Той, кто выходит в теле и радио эфиры, сдымает репортажи, ведет, что это правильный запал, драйв и адреналин. Не рамяство, а само жизнь. Сегодня день радует телебачение и совести. С такой приемной нагоды наши коллеги с Гомеля ФМ, например, у першиню вырошили выездить на прямую совесть с диджеями других регионов. С интерактивного эфира репортаж Марины Джалай. Это ранее, где слушатели могли только чуть голосы любимых ведущих. Зараза тем, как проходят эфиры, можно надзирать онлайн. Про несколько минут начнется выпуск новинов. Его тут же у студии Гомеля ФМ рыхтой редактор Сергей Нигеревич. Среди подей, зрозумело, и святочное. День радует телебачение и совести. Сегодня день работников радио, телевидения и связи, или просто день радио. Этот профессиональный праздник отмечается в честь гениального изобретения русского физика Александра Попова. 7 мая 1895 года он сделал научный доклад о новом методе беспроводной передаче электросигналов с использованием радиоволн и провел первый публичный сеанс радиосвязи. И вось на Сувизе в Витебске диджей Александры Виталь. Онлайн-гутерка перетворается у соправдный квест. Радио ведущие задают один одному каверзное пытание. Верите ли вы, что в Гомеле 4 FM радиостанции? Вот в Гомеле. Радио ведущие из Витебска пытаются те правды, что у их городе по святых працует шоколадный фонтан. Татьяна Ушакова и Катерина Календа верать и дарма. Але идея загаджаются вельми текавая. Есть ли у вас шоколадный фонтан по праздникам или нет? Я вам скажу, что у них все есть. Давай поверим. Давай, все, мы верим вам. Такий святочный настрой у кожной студии и не только сенья. Праца, которая приносит за довольнение, эмоциональную отдачу, отрадую слухачу и телеглядачу, могутный стимул для кожного, кто отдаёт себе такой профессии. Сегодня хочется поздравить всех тех, кто производит медиаконтент. Для традиционного эфирного вещания, для социальных сетей, для мобильных платформ. Это те люди, которые живут этой настоящей медийной жизнью. Хочу поблагодарить нашего зрителя, который всегда с нами, который живо, оперативно, чутко реагирует на все наши информационные поводы и видеосюжеты. У нас всегда есть обратная связь. Спасибо радиослушателям, которые всегда с нами на одной волне и всегда с нами в эфире. Хочу сказать спасибо всем, кто делает этот красивый медиаконтент. Коллектив телерадоакомпании «Гомель» виншуя своих коллег с Днем Радоя телебачения и совести. Нехай каждый за довольнением идёт на працу и отримливая мощность зарады энергии, которая так потребна сегодня каждому из нас. Марина Джала, Валерий Гипанько, телерадоакомпания «Гомель».